Главное здание Казанского университета уже не первый раз принимает у себя желающих вакцинироваться. На этот раз 25 октября прошла вакцинация от сезонного заболевания гриппом, а также ковид-19. Выездной кабинет работал с 9.00 до 13.00. Врачи из униклиники КФУ провели иммунизацию сотрудников Казанского университета, заботясь о здоровье своих коллег, а также студентов. Это необходимо делать по истечении срока предыдущей прививки. Для того, чтобы не болеть, в результате своей деятельности мы активно ездим и в командировки, и встречаемся с сотрудниками института, поэтому я считаю, что это необходимо. Прививка осуществляется известными препаратами «Спутник Ви», а также «Совигрип», которые разрешены для лиц старше 18 лет. Укол «Совигрип» делается один раз в год в начале осени. Всего вводимые дозы составляют 0,5 мл. Препарат вводится в верхнюю треть плеча традиционным методом, то есть внутримышечно. Правила после процедуры прививания стандартны. Мочить прививку можно, а вот от алкоголя следует воздержаться примерно на три дня, так как спиртные напитки снижают выработку иммунных антител, ослабляют защитные силы организма. После укола желательно полчаса не уходить с территории поликлиники. Если возникнут опасные для жизни осложнения, помощь должна быть оказана быстро. «Спутник Ви» же состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно в два этапа с интервалом в три недели. Полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после введения второго компонента вакцины. Таким образом, на 42-й день от момента начала курса вакцинации при соблюдении его сроков. Прививка от ковида и гриппа является отличной профилактикой от осложнений заболеваний, такие как пневмония и остальные. Противопоказаниями для прививки является непереносимость яичного белка, а также похроническим заболеваниям, которые являются жизнеугрожающими. После прививки может подняться температура до 37,5, также может быть реакция гиперчувствительности. Помните, что только вы в ответе за свое здоровье, поэтому выбор всегда остается за вами. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.